Народное жюри фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние Севера» подводит итоги. Это непростая задача, ведь в Мурманск соревноваться в разных номинациях приехали более 800 детей из многих городов России. Ольга Сотникова подробнее. Работа жюри в любом случае заключается в том, чтобы выбрать. Этим экспертам, наверное, еще сложнее. Народное жюри 12-го всероссийского фестиваля «Сияние Севера» бурно обсуждает, кто же из ребят достоин призового места. По словам председателя жюри Германа Иванова, все дети настоящие артисты и очень тяжело из лучших выбрать лучших. Некоторую внутреннюю кухню я оглашать не буду. Там было очень сложно, честно говоря, это сделать, поскольку, ну, во-первых, в каждой номинации, у каждой группы, которая по ней работала, было по крайней мере 6-7 претендентов на главный приз. Нужно было, ну, вот эти вот 30-40 кандидатов нужно было привести к какому-то, в общем, знаменателю, все меньше и меньше, да, сужая этот круг. В фестивале приняли участие более 800 детей из разных городов России. В течение нескольких дней на различных площадках Мурманской области участники показывали свои номера. Музыка и вокал, хореография, народное пение, декоративно-прикладное искусство. Вы знаете, впечатления громадные, грандиозные, великолепный концерт, красивые участники, вообще безумно красивые номера, костюмы, организация высокая, профессионализм. Мне понравился танец олененок. Когда девочка маленькая выходила из-за кулис, там на ней было что-то одето коричневое, она идет, как маленький тараканчик, так быстро. Для участников фестиваля проводились мастер-классы от известных балетмейстеров, дирижеров и художников. Завершится фестиваль 30 марта большим галоконцертом, где и объявят победителей.